Здравствуйте! Как сказал поэт, еще в полях белеет снег, а воды уж весной шумят. И был абсолютно прав. Воды шумят, снега тают, паводок идет полным ходом. В этом году он пришел чуть пораньше, хотя, похоже, врасплох не застал. Паводковые комиссии и на областном уровне, и в муниципалитетах приступили к работе под бдительным оком МЧС. Вроде бы привычное дело, паводок, каждый год случается, как насморк, но без должного надзора бед может наделать, мало не покажется. В этом году уровень талых вод ожидается чуть ниже среднего многолетнего, кроме бассейнов рек Тавда и Уфа, где половодье обещает показать всю свою мощь. Так что расслабляться не приходится. В зоне риска находятся 10 муниципальных образований. Серов, многострадальная Тавда и Талица, которым обычно достается проблем больше остальных, Ирбит, Красноуфимск, ну и ряд других территорий. Этим зонам риска требуются солидные финансовые вливания для ремонта своих гидротехнических сооружений, ГТС, ну или, проще говоря, платин. Причем деньги надо было вкладывать, что называется, еще вчера. Картина вырисовывается такая. Из 541 ГТС, находящихся в области, львиная доля 349, является муниципальной собственностью. Так получилось, что в 90-е годы предприятия и прочие хозяйствующие субъекты старались эти самые ГТС скинуть на чужие плечи, на те же муниципалитеты, например. Ну действительно, зачем нести бремя на их содержание и ремонт, когда есть добрые дяди? У многих это неплохо получилось. И в каком состоянии эти ГТС сейчас? А вот в каком. Лишь около трети от общего числа платин Сверловской области обеспечивают нормальную безопасность в паводах. 65%, то есть опять-таки львиная их доля, имеют пониженный уровень безопасности, то есть способны выкинуть форты. И свыше двух десятков платин просто изношены и требуют срочного ремонта. В прошлом году, например, из-за технических неисправностей ГТС пострадали жители Староуткинска. А из-за сброса воды Незепетровского водохранилища вспомнили о Венеции обитатели поселка Сарана, что под Красноуфинском. А что власти, скажете вы? А они не дремлют. На всякие аварийные случаи в областном резервном фонде предусмотрено 1 миллиард рублей. Имеются запасы материалов, если где, не дай бог, рванет. Ну и плавсредства в количестве 90 штук тоже имеются. На это деньги есть, что радует. А на ремонт ГТС, в первую очередь в муниципалитетах, их, как всегда, не хватает. Так может быть, завести из соседней Кировской области бобров, которые там расплодились. Ну и пусть себе занимаются ремонтом плотин бесплатно, а мы тем временем пока порассуждаем на общие темы. Так что берегите бобров, этих беззаветных мастеров плотинного строения. И от винта!